Вот, друзья, видите, что с шеей происходит? Это мне посоветовали участницы, посоветовала нашей школы Человек Будущего, Homo Futurus. Почему я всё время называю школу Человек Будущего? Потому что иногда пишут Школы Будущего. Школы Будущего существуют. А Школа Человек Будущего, это имеется в виду совсем иное. Это имеется в виду, какими качествами будет обладать человек будущего, который будет в любых условиях неопределённости быстро генерировать те идеи и те возможности, чтобы быстро адаптироваться в любой ситуации неизвестности, сохраняя в себе человека. Это очень важно. Так вот, мне посоветовала участница нашей школы Человек Будущего, потому что там была дискуссия, это всё-таки девушка или парень. Глаза, говорят, хорошие, там все говорят. А прическа, и вот мне Шейла ещё говорила, моя дочка, сократи немножко волосы, будет парень. А вот участница школы посоветовала, утолщи ему шею, сделай, она точно сказала, сделай крепче шею, ну крепче сделай шею, вот, но я ещё не сделал, тут надо голубым, немножко голубым, чтобы глазки были голубые, как мне участница школы писала там, почему, говорит, это хорошая картина, потому что не важно, женщина или мужчина, важно, что взгляд, говорит, такой ясный, свободный, такой думающий, любящий такой вот взгляд. Обратите внимание. Так вот у нас вся школа, независимость от национальности, географии, религиозной принадлежности или какой-то, ну вообще независимо ни от чего, человек – это творец по природе. И вот мы там определяем слова. И вот мы сейчас говорили с Романом Газенко на дистанции, и он говорит о том, что человек, когда говорит «любовь», это вообще-то относится и к чувствам, и к понятиям. Но вот если речь идёт о любви, что не надо это относить к каким-то чувствам, имеется в виду, когда человек, когда человеческая любовь имеется в виду, это вот вообще любовь, говорит, это когда нет страха, нет ничего, нет вот это же есть состояние нуля, это состояние глубинной безмятежности, а в этой безмятежности ведь и есть защищённость, там нет авторитетов, там нет шаблонов, там полное-полное… Ну это, короче говоря, присутствие в отсутствии, отсутствие в присутствии – это когда нету… Ну дальше сам Роман скажет на вебинаре, как он это нам поможет понимать. Ну на самом деле мне очень понравилось всё это нулевое состояние, потому что именно в нулевом состоянии страха нет. А когда нет страха, мы говорили в прошлом ролике, что есть любовь. Вот страха нет, а есть любовь. Оказывается, любовь – это нулевое состояние. Вот видите, как интересно, да? Да. Ну, ну, посмотрим. Сейчас пишите там, пожалуйста, как вы хотите, чтобы мы ликбез сначала сделали или вебинар сразу сделали с Романом Газенко. Ну разница-то в чём в ликбезе и вебинаре. На вебинаре мы прорабатываем, на ликбезе тоже прорабатываем, но на вебинаре больше времени посвящаем тому, чтобы там выходили двоечники, у которых какие-то приёмы синхронизирующие не получаются, которые не могут сбросить стресс и выйти на это нулевое состояние. В этом более подробнее, чтобы любой двоечник мог научиться, а глядя на него, все и научились. Да, попробуйте, попробуйте. Ну так вот, напишите, потому что уже осталось немного, там неделька, полторы может быть. Напишите, когда вы хотите, чтобы вебинар был. И слова напишите, потому что Роман нам скажет, по моей просьбе, что такое уважение. А вы ещё напишите свои слова, пожалуйста, списочек сейчас здесь оставим, чтобы я передал. Да. Потому что очень важно, чтобы люди трактовали слова, как он сказал, не так, как кто с чем ассоциирует эмоционально. Для этого он помогает извлекать корни слов. А там как раз таки и лежит то зерно, которое помогает нам понимать слова так, как оно есть по смыслу. Ну, давайте попробуем. А я, естественно, там на вебинаре покажу приёмы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok